Накануне сторонники лидера ООН устроили в помещении суда настоящий погром. Шестерым из них уже объявили о подозрении, их обвиняют в хулиганстве, умышленном уничтожении имущества и вмешательстве в работу в правоохранительных органов. О вечерних событиях в зале суда и их утренней развязке подробнее расскажет Ольга Теребинская. Накануне вечером в Святошинском райсуде столицы начали избирать меру пресечения лидеру ООНовцев Николаю Каханивскому. Но решение перенести заседание на утро возмутило сторонников задержанного. Они требовали немедленного рассмотрения вопроса, результатом которого, по их мнению, должно было стать освобождение их лидера из-под стражи. Чтобы разблокировать зал, правоохранители применили газ, заставив активистов покинуть помещение через окно. Однако после этого они вернулись, начали крушить мебель и возводить баррикады. Сам Каханивский заявил, бежать из суда не собирался, а такие действия активистов якобы спровоцировала сама полиция и решение судей. А уже утром несколько десятков правоохранителей прорвались в помещениях, хватали радикалов и выводили на улицу. Полиция действовала быстро. Операция длилась всего несколько минут. Около 30 человек задержали. Один из них, как позже сообщили в полиции, россиянин, который находился в розыске за лжеминирование Березанской исправительной колонии. Мы применили решение их не затримать в ничный час, в ничную пору, чтобы минимизировать наследки, что до отримания будь-ким-то телесных ушкоджений. Сегодня в 10 часов утра мне была дана команда разблокировать физичное, шляхом физичного использования спецподразделя полиции, что было сделано на протяжении декольких хвилин. Следующим отделом ГУНП в городе Киеве порушено криминальное проведение за сетей 194-й, умисленное пошкоджение или уничтожение майна. И 296-я, часть 3-я, это хулиганство, связанное с опорным представителем власти. После этого заседание продолжилось уже в другом зале, но длилось недолго. Около 12-ти Каханевского забрала карета скорой помощи. Суд объявил перерыв до 3-х часов дня. Ну, он с таким трудностями ходит, поскольку отримал сильно по голове. В соответствии, сейчас есть небезопасность, что вообще что-то может остаться с кровавилом. Позже стало известно, что во время утреннего штурма полиции пострадали трое журналистов, представители Громадского униана и страна Юэй. Одному из них даже разбили камеру. Национальный союз журналистов требует оперативного реагирования на избиение коллег. А вот руководство судейского корпуса заявило, что действия сторонников Каханевского – дерзкое давление на суд и настаивает на наказании всех причастных к погромам по шести статьям. Государственная судебная администрация оценила ущерб в полмиллиона гривен. Ольга Теребинская, Валентин Белич, подробности, телеканал Интер. Валентин Белич, подробности, телеканал Интер. Продолжение следует...